всем привет меня зовут илья и в этом видео я хотел поговорить на тему рук музыканта почему они болят почему они травмируются почему у нас появляются мозоли и что нужно делать для того чтобы это избежать что нужно сделать чтобы не было травм из-за чего какие причины основные травмы руки боли дискомфорта забивание мышц и так далее так далее данная информация будет полезная новичкам и не только новичкам мы поговорим о очень интересных и важных моментах техники и моментах постановки руки и так далее в общем присаживайтесь поудобнее начнем буквально месяца два назад я познакомился с музыкантом вокалистом точнее вокалисткой девушкой которая рассказала поведала мне интересную историю о том что она начинала играть на басу начинал учиться играть на басу по моим урокам но столкнулась как раз этой проблемы что болит рука тяжело тяжело прижимать струны зажимаются пальцы болит кисть болит плечо так далее так далее в общем попросил меня снять об этом видео и это действительно мне кажется интересно потому что большинство людей это этот вопрос актуально особенно для новичков которые не знают вообще вот эту физиологии не знают на какие ошибки обратить внимание на чем нужно работать чтобы избежать всяких травм избежать неправильной постановки рук и так далее и дальнейших проблем которые могут быть довольно серьезными вплоть до туннельного синдрома и мы сегодня как раз об этом поговорим прежде чем снять это видео прежде чем сесть снимать я проконсультировался у трех разных педагогов на эту тему два из них это педагоги со стажем выше 20 лет педагогического стажа и один больше 10 лет потому что мне важно разные источники я историк по образованию стоит об этом забывать и мне важно разные точки зрения я их анализирую я их смотрю сравниваю накладываю свой опыт и собственно делаю из этого контент уже первое о чем хочется рассказать в это видео это то что на начальном этапе обучения вам никак не удастся избежать проблем с мозолями вмятинами в пальцах болями в пальцах и тому и подобное потому что для человека это не совсем естественно вид деятельности не совсем естественный вид деятельности для этого нужно тренировать свою руку заниматься растяжкой постановку руки желательно с педагогом и грамотный педагог он всегда на это обратить внимание и всегда попытается устранить все возможные в будущем проблемы на начальном этапе здесь можно провести параллель со спортзалом когда человек приходит в спортзал тренироваться, например, первый раз или долгое время там не был, то после первой тренировки скорее всего у него будет болеть все тело, организм будет адаптироваться, он не сможет даже нормально ходить на следующий день, будет тяжело даже встать с кровати. То же самое здесь для новичка. Очень важно понимать, что организму нужно адаптироваться, в вашей руке нужно адаптироваться. Здесь главное не переигрывать, не перетренировать руку. Например, вы можете играть 10 минут без боли в руке, совершенно комфортно, какие-то простые там картошки, простые упражнения. 10 минут у вас рука не болит после 10 минут, например, начинает болеть. Здесь надо сделать перерыв и не переигрывать, не забивать свои мышцы, иначе она станет деревянной, оловянной и будет испытывать, будет болеть еще дольше, вы не сможете вернуться быстрее к игре. Поэтому здесь важно не переиграть и делать перерывы. Естественно, каждый человек имеет свою физиологию, свои способности. Например, кто-то приходит на гитару после фортепьяно или других инструментов, у него рука уже более подготовлена, соответственно, у него эти периоды могут быть больше, нежели у человека, который совсем не брал в руки инструменты, у него могут быть быстрее возникать эти боли, быстрее рука будет заигрываться и нужно делать перерыв. Здесь нужно почувствовать и определить эту цифру именно для себя. Тут невозможно для всех людей конкретно сделать какую-то прям вот эту панацею, которая будет работать для всех. Здесь вы должны примерно почувствовать именно для себя, как вам лучше распределять эти периоды, если болит рука, если вы новичок. Как правило, интенсивные нагрузки в течение короткого промежутка времени с последующим расслаблением и полноценным отдыхом гораздо эффективнее показывают себя, чем, например, какое-то умеренное усилие или даже сильное усилие на протяжении долгого промежутка времени. Таким методом используют, такой метод используют, кстати, и при подготовке спортсменов. Его можно назвать как метод или как методика периодизации. Она здесь довольно актуальна на начальном этапе обучения новичков. Также могу посоветовать для новичков использовать струны чуть-чуть поменьше толщины, чем средние. Например, если у бас-гитариста можно использовать струны 40-100, к примеру. Они довольно мягкие, их будет проще зажимать, будет меньше болеть рука. Они довольно отзывчивые к всяким техническим приемам. Но это, опять же, не для всех. Не для всех. И нужно смотреть и пробовать. Некоторые начинают, например, сразу 45-105. Им нормально. Я лично играл какое-то время на начальном этапе. На 40-100 мне нравилось. Я играл слэп, мне нравилось тогда. Ну, как большинству новичков нравится слэп. Вот. И эти струны хорошо подают для слэпа. Но потом я опять же перешел на 45-105, на стандартный, так скажем, он более универсальный, более универсальный калибр. Но для новичка, может быть, это будет хорошо поиграть, попробовать именно потоньше струн. Если вы гитарист, опять же, играете на стил-гитаре, там, на эстрадке, то можно, например, десятки использовать. 10-46 струн или девятки. Но девятки не очень советую, потому что они часто рвутся, могут быть проблемы с этим. Поэтому 10, но это тонкие довольно струны, мягкие. Ну, 11-е, 12-е, 12-е толстые будут. Ну, десятки. И, соответственно, нейлоновые классические, просто нормального натяжения брать. Или даже лайт можно попробовать. Есть нейлоновый струн для классик, как раз лайт натяжения поискать. Они будут помягче. Тоже у новичка, может, из-за этого меньше проблем с рукой будет проще. Но опять же, все равно потом нужно будет, скорее всего, брать нормал или хард теншн, хард натяжения. Но все равно, в любом случае, это с точки зрения методики правильно, потому что идет постепенное увеличение. Это в любом случае. Ну, это логично, как минимум. Причем важно упомянуть, что неважно, на какой гитаре вы будете начинать. На гитаре с нейлоновыми струнами классической или эстрадной гитаре с остальными или на бас-гитаре вам не удастся избежать мозолей, не удастся избежать постановки руки, растягивания пальцев и тому подобное. Будет такое мнение, что якобы классическая гитара с нейлоновыми струнами – это гитара для новичка, и новичку надо только с нее начинать, больше ни с какой. На самом деле, это полный бред. Ничего общего с реальностью не имеет, который бред, порожденный незнанием и необразованностью. Итак, переходим к основной части видео. Здесь мы поговорим о трех основных причинах – дискомфорт в руке, боли в руке, боли в мышцах и тому подобное при игре. И здесь, к сожалению, не только новички могут страдать от этих проблем, и даже у опытных музыкантов может начинать забиваться плечо, рука, мышцы при игре, при концерте. На это есть определенная причина, о которой мы сейчас поговорим. Первая причина данных проблем я выделяю – это неправильная постановка руки. Любой грамотный педагог будет уделять на начальном этапе этому вопросу огромное количество времени и будет постоянно вам обращать на это внимание. У меня с рукой проблем практически никогда не было. Был период, когда они были, но я об этом чуть попозже расскажу. Благодаря чему у меня не было проблем с рукой? Потому что у меня был грамотный педагог, который мне все это объяснил и постоянно мне показывал то, где у меня начинают пальцы отлетать, где у меня не хватает растяжки, какие-то давал упражнения, которые мне помогали. И у меня практически никогда проблем не было. Но мне повезло, не всем так везет. Некоторые, например, учатся сами и неправильно учатся, получают неправильную постановку руки. Даже иногда смотрю видео где-то на ютубе, люди играют, вроде бы неплохо звучит, но видно, что рука кривая, и наверняка могут быть из-за этого какие-то проблемы у этого человека. Я-то не знаю, у меня все нормально, но наверняка это неправильно. Вся хитрость и фокус и сложность этого пункта заключается в том, что если вы сами неправильно себе поставили руку без педагога, то потом переставить ее и что-то исправить гораздо сложнее, чем изначально сделать правильно. Поэтому это очень важно. В работе на постановку руки очень важно подобрать правильный репертуар с нагрузкой на все пальцы. Я могу лично от себя порекомендовать поиграть Баха, Прелюди до минор. Я ее все время учил, когда был новичком, когда еще музыкантин школе учился, мне педагог ее дал. Вообще классика очень хороша для постановки руки. Я ее рекомендую играть, если вы совсем новичок, можно каким-то небольшим, по 4 такта учить, разучить по 2 такта играть каждый день, хотя бы по 20 минут, по 2 такта этой прелюдии, и у вас будут большие продвижения в этом направлении, потому что классика очень хорошо напрягает все пальцы. Очень важно играть под метрономы в маленьком темпе. Не надо гнаться и играть, например, как здесь. Найдите для себя какой-то небольшой темп, в который вам комфортно играть. Вот, например, ну, несложно. И так далее. Берем небольшой темп, даже можно в таком. То есть тот темп, в котором вам нет дискомфорта, в котором у вас максимальное количество времени не болит рука. Начинает болеть, как я уже говорил в предыдущей части. Делаем перерыв, отдыхаем, потом опять беремся за инструмент, рука отходит, отдыхает, мы опять начинаем играть. Вторая, но не менее важная причина возникновения боли в руке и в пальцах – это технические ошибки. И самая распространенная техническая ошибка – это большой палец. Точнее, перераспределение нагрузки с большого пальца на играющий. Большой палец, он вроде бы как бы не важен, многие подумают, мы же им не заживаем ничего, что он нам большой палец. На самом деле он выполняет очень важную функцию в конструкции, в конструкции постановки руки – это наша опора. И даже если вы играете на гитаре, он очень важен, потому что он забирает на себя часть энергии, распределяет на себя нагрузку. Если вы про него забываете и не держите эту опору большим пальцем, у вас начинают от этого перенапрягаться мышцы, даже может начинать болеть рука. Это очень распространенная ошибка среди новичков и даже не только новичков. У меня была подобная проблема даже с нормальной постановкой руки. Когда я играл на концертах, я очень сильно волновался, очень сильно… Плюс мне нравилась моя партия, я прям с такой яростью играл и забывал про то, что я начинаю сильно давить на мои играющие пальцы, забывая про большой палец. И у меня забивалась очень быстро рука, я прям даже не мог доиграть иногда пьесу, потому что у меня начинали болеть руки, хотя была правильная постановка. Я просто увлекался вот этой партией и плюс не работал с расслаблением, не расслаблял руку и слишком сильно давил на эти пальцы. Здесь нужно найти вот этот баланс, баланс между пальцами и грамотно распределять нагрузку для того, чтобы не перенапрягать руку и плечо, предплечье и мышцы. Также можно несколько слов сказать про разогрев. Некоторые музыканты используют разогрев, играют какие-то упражнения, но я лично никогда не играл, сразу играл музыку, в принципе, мне от этого хуже не стало. Но здесь, опять же, некоторые, например, пианисты используют, разогреваются, даже я слышал, что некоторые берут какой-то тазик с теплой водой и опускают руки, разогревают им сам мышцы, и им легче от этого играть. Может быть, это тоже имеет место быть, но я лично этим не пользовался, не могу говорить. Но, как показывает практика, советы каких-то педагогов, это можно использовать разогрев, какие-то играть упражнения и тому подобное. Это уменьшит вероятность травм ваших каких-то при игре. И последняя, третья причина боли в руке, это какие-то ушибы, травмы, несросшиеся старые переломы и тому подобное. Если вы чувствуете, что именно это является причиной ваших каких-то бед и вашего дискомфорта при игре, то здесь необходимо обратиться к врачу и заниматься по рекомендациям, методикам именно врача, который может вам посоветовать. Каким образом можно распределить эту нагрузку, как вообще вам играть, каким образом. Здесь педагог уже мало что может сделать, здесь только с врачом. Даже можно отнести и проблемы с суставами. Если болят суставы, то же однозначно мы идем к врачу и консультируемся, стоит ли нам играть, как нам играть и что вообще делать. Вот, собственно, и все, о чем я хотел рассказать вам в этом видео. Надеюсь, ничего не забыл. Если забыл, пишите в комментариях, может быть, что-то мимо меня прошло, всякое бывает. Кстати, пользуясь случаем, это последнее видео в этом году, в 2020-м, послезавтра уже Новый год, поэтому пользуясь случаем, естественно, поздравляю своих подписчиков. Желаю только успехов, только позитива, только роста, только всего лучшего, как моим подписчикам, только лучшего. Вот. Последний год 2020-й, конечно, был неоднозначный. Кто-то скажет, что это супертяжелый год, какой-то кризисный по определенным причинам. Кто-то скажет, что это интересный год, какой-то открывающий новые возможности. Здесь вы сами выбираете, как на это смотреть, какой будет ваш мир, либо такой, либо такой, это зависит только от вас. Все. Всем любви, доброты. Обязательно подписывайтесь, колокольчики, лайки. Всем увидимся, я надеюсь, в следующем году. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok